Мы проводим четвертый раз этот фестиваль сыра на нашей Канаковской земле и в этом году мы полностью изменили концепцию. Половина наших жителей не знает кто такой Верещагин, почему на нашей земле проводится этот фестиваль. Ведь на самом деле Николай Васильевич Верещагин в 1866 году открыл первую сыродельную артель в России. Открыл он ее в Тверской губернии, в Корчевском уезде, ныне это Канаковский район. То есть мы по праву этим гордимся, называемся родиной отечественного сыроделия. И мы решили сделать в концепции исторической связь времен. Театральным представлением, когда Николай Васильевич Верещагин путешествует во времени и видит, как развивалось и сельское хозяйство, и сыроделие в России. Что наша Канаковская земля принимает сыроваров со всей России. Он будет понимать, что его дело продолжается. Но и самое главное, что жители нашего города будут знать историю своего родного края, своей малой родины. Мы были приглашены на ваш праздник и приехали мы сюда со своими друзьями, музеем советской эпохи. Мы клуб 40 чемоданом, занимаемся реконструкцией и участием в городских мероприятиях. Попробовали кучу сыров, сложно было выбрать, но все с собой что-то увезли. Различные вкусы, ароматы. С собой везут, не знаю, даже что-то со специями, да. Мы увозим вкус этого города. Естественно, увозим с собой кучу сувениров, массу хороших впечатлений и ярких фотографий. Позитивные покупатели, интересующие, то есть знающие сыр, разбирающиеся в сыре, знают какой сыр, к чему, с чем его лучше есть. Даже иногда, вот в 19-м году нам, сыроварам, давали советы, как лучше продавать нашу продукцию. Вот у нас здесь 31 сыровар представлены, у каждого название одинаковое, но сыры все разные, даже по одинаковым названиям. Такие мероприятия надо больше проводить. И вот именно такого формата, вот именно сыроваров, колбасников, медовиков собирать, вот отдельным форматом, поверьте, мы делаем достойную продукцию, потому что мы вкладываем душу туда. Нам очень понравилось, мы пришли сюда с семьей, очень классно, что есть развлечения для детей. Ну а мы с мужем узнали про историю Верещагина, это, кстати, ну мы вообще не знали, что в Конаково это зарождается. То есть для нас это было открытие, мы ни разу не были на таком фестивале, и очень интересно, что разделено по временам. Вот тоже и газировку попили вкусную, и очень много всяких поделок увидели. В общем, в принципе, нам вот так вот понравилось.